МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нельзя такое говорить, конечно, по телевидению, но я назову, что это самый навороченный, самый удачный и самый серьезный универсал. Универсал от BMW. Помните, я вас только упреждал? Вот это не то судорожное подпискивание дешевых автомобилей. Это серьезный звук. Пристегнись. Ну и правила нарушать мы не будем, мы пристегнемся все-таки. И вот окончательно пристегнувшись, мы получим удовольствие и вас познакомим с отношением к универсалам от BMW. В стране, в которой BMW называется BMW, универсалы очень популярны. И BMW, то есть BMW 5-й серии и 7-й серии, это автомобили врачей, бизнесменов, адвокатов. Ну, тех самых белых воротничков, которые зарабатывают достаточное количество денег, чтобы себе позволить ездить на лучших автомобилях, сделанных для самой богатой страны, в Германии, разумеется. Как эти автомобили сделаны, это отдельная песня. Но я вот раньше как-то считал, что универсалы, это, ну, немножко колхозные автомобили, но скажу так, что универсалы от BMW, так как, ну, все серьезные универсалы, кстати, их делают не так уж и много фирм, они сейчас предлагают вам вариант использования таких автомобилей в качестве бизнеса, ну, допустим, встретить делегацию, которая приезжает с большим количеством чемоданов. Вы можете на этом автомобиле поехать устроить презентацию, пожалуйста, место много, багажник очень большой. Вы, кстати, потом можете на этом автомобиле довольно успешно съездить со своей семьей на Банны, допустим, или в Абзаково. Ну, лыжи вам не надо, куда ставить, какая-то рейдинг или этого есть. Что мне понравилось и на чем бы я хотел заострить внимание? Мне понравилась такая примочка, как Парктроник. Ненужная камера заднего вида, здесь он настолько серьезен, что вы визуально можете обратить внимание, какие у вас препятствия. Автомобиль не напрягает вас никаким образом, потому что предназначен для расслабления. Сами подумайте, кресло, куча регулировок, включая, между прочим, подколенник выдвигаемый. На центральной консоли два циферблата, больше вам не нужно знать. Машина гораздо умнее, скажем так, большинства водителей, которые могут мне претендовать, я имею в виду. Не хочу никого обидеть, но она распознает дорогу. И именно вот в этом заключается секрет полного привода. Да-да, здесь полный привод, кстати, вот BMW. Что за полный привод? Ну, вообще все увлекаются полным приводом, но BMW, решив создать, опять же, полноприводный автомобиль, извините за повторение, пошли чуть-чуть дальше. И этот вариант, он гораздо умнее всего, что неперечисленного. Почему? Потому что человек, опытный профессионал, он чувствует, ну, скажем так, все рискания автомобиля, и его поведение пятой точкой. Пятой точки у автомобиля нету, разумеется, но можно написать очень-очень умную программу, рассосовать по салону количество датчиков, просто безумное. И у вас получается система динамического контроля ускорения и торможения. То есть машина не рыскает, и как только чуть-чуть центральный процессор начинает понимать, что что-то неладное, он просто либо потормаживает колеса, либо добавляет ускорение. Но кроме всего прочего, здесь нет четкой, тупой механической привязки. Знаете, дифференциалы некоторые блокируются, некоторые просто потормаживаются. Здесь такого нету. И опять же, можно посоревноваться со всеми другими полноприводниками. Я скажу вам честно, BMW их уделает. Да, возможно, что-то более скоростной, но не более безопасный и не более комфортный. Ну и теперь я бы хотел все-таки отойти немножко от трансмиссии, от подвески и сказать, что за сердце у этого пламенного баварца. В данной конкретной комплектации это 2,5 литра 220 лошадиных сил. Сбалансированность и приемистость, и надежность, кстати, двигателей не имеют аналогов, практически не имеют аналогов. А для любителей очень быстро покатать есть версия вот с такими мощными мускулами, практически 500 лошадиных сил. Это М5. М5. Субтитры подогнал «Симон»